очагов тв представляет привет как у вас там протесты фермеры где фермер не слышал за то что удобрения нет бензин дорожает они в америке постоянно всегда какие-то демонстрации одни за это другие против этого это правильно в демократической нет нет а за байдена да я голосовал не за байдена я голосовал против трампа но формально за байдена так откажите трамп был живут нет конечно чем он был лучше да ну чем он был не таком арестбате как он был намного хуже он был намного хуже да страна с него ржет ради бога пускай ржет это же говорю про то, что с Россией все знают, что Путин хуйло, весь мир. Понимаешь? Где он хуйло? Как чего? Набери в гугле. Набери в гугле. Набери в гугле. Хуйло. Ребята, не лезьте в России. Хуйло набери. И ты увидишь, кто появится рядом. Даже не надо даже не надо слово Путин. Да спецоперация провалена давно, блин. Вот этот красавчик будет долго жить. О, вот это хуйло. Мужчина, а ваша Америка, она провалится. И она уже валит. Куда же она провалится? Куда же она провалится? Где Америка, там и война. Тихо, тихо, тихо. Не подгорать. Украине встроили государственный переворот. Тихо, тихо, тихо. Не подгорать. Теперь мы решаем эти... Слушай, а ты в какой стране находишься? В России. Ты в России, да? Ну, в моем государстве. А они во Франции случайно находятся? А Россия большая, большая. Ты не во Франции случайно находишься, придурок, блин? Не, не, не. Я ракеты делаю, понял? А, ты ракеты делаешь. Покажи, сколько у тебя сейчас. У нас хоть ракеты умеют. Время, покажи, сколько у тебя сейчас. Время? У меня 12 минут 12 минут. На телефоне покажи, сколько у тебя времени. А как я тебе на телефоне покажу? А ты с телефона разговариваешь? Я вот оттенок телефон тебе показываю. У меня время 23 минута. Ты с телефона со мной разговариваешь? Да, я с телефона. Хорошо, покажи наручные часы, покажи любые. А у меня наручных нет. Покажи любые. Будильник, покажи любые часы. Хорошо, сейчас покажу. Ничего не крути там. Сразу показывай, что ты подкручиваешь. Говна кусок. Тупая скотина. Сидит во Франции, блин. Во Франции сидит человек. И Владимир Владимирович делает все правильно, блин. Вы там у вас геи и так далее. А сам сидит во Франции. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы откуда? Я из Калифорнии. А вы откуда? Я город Омск, Сибирь. А, Омск, знаю, знаю. Такое считается сейчас он процветающий регион, да? Ну, нормальный регион. Не-не, там говорили мне, что он сейчас прям расцветает, ну, вот, за последние годы. Ну, может быть, да. Ну, да-да. Как вам? Хорошо в Омске там живется? Да, хорошо. Как вам в Калифорнии? В Калифорнии тоже, вы знаете, неплохо. Я думаю, может, не так хорошо, как в Омске, но тоже нормально вполне, да. Нормально. Ну, да. А вы где были последний раз, отдыхали? На каких островах? На каких островах я не была. Я в основном езжу в Казахстан. У меня родственники в Казахстане, и мне приходится в свой отпуск ездить туда. А, подождите, вы что, ни разу в жизни не были нигде на курортах каких-нибудь? Нет, не была. Нет, не была. А, слушайте, так, может, у вас не такая хорошая жизнь там? Ну, знаете, вы сейчас хотите пропагандировать нечто, я ничего не видела. Ну, да, можете об этом сказать. Нет, не была, за границей не была. Как понять пропагандировать, что вы ничего не видели? Это факт, что вы ничего не видели, или это не факт? Вы блогер? Да. Ну, понятно. Нет, я не была нигде. Ну, а при чем здесь пропаганда-то, я не понимаю? Что я пропагандирую? Ладно, давайте забудем о пропаганде. Нет, я вам говорю, что я нигде. Слушайте, я понял. Расскажите, как вы относитесь вот к специальной военной операции, которую вы проводите? Мне очень жалко, что гибнут люди. Ну, то есть вы осуждаете свою страну, да? Нет, я не осуждаю свою страну. Вы не осуждаете свою страну, что она убивает людей на чужой территории? Она не убивает людей на чужой территории. А от чего гибнут тогда украинцы, я не понял. Точно так же гибнут и русские. Ну да, захватчики гибнут. Потому что они вторглись с оружием на чужую землю, конечно. Ну, вы же прекрасно знаете, если вы ведете свой блог, вы прекрасно знаете, от чего гибнут люди и как гибнут люди. Да, да, я знаю прекрасно. А вот вы пока что, я вижу, что не знаете. Так вот я хочу узнать вашу точку зрения просто. Мою точку зрения я вам не буду говорить. Почему? А мне смысла нет вам говорить. Ну, понятно. Потому что вам нечего, может, вам нечего сказать просто? Нет, мне есть что сказать, но я вижу, что с человеком, который продался за деньги, говорить вообще не о чем. А кому я продался за деньги? Ну, кто-то вас нанял. Куда нанял? Ну, я не знаю, куда нанял. Наверное, та же Украина, либо вы бывший выходец из Украины, либо потому что... Ну, наняла, чтобы что? Чтобы я что делал? Я не хочу обсуждать сейчас войну. Да не войну, давайте меня обсудим. Вы сказали, меня кто-то нанял. Для чего меня нанял и кто? Я прекрасно знаю, о чем вы будете сейчас говорить. Давайте лучше поговорим о жизни в Америке. Да, так я же говорю сейчас. Кто меня нанял, как вы думаете? Вы сказали, меня кто-то нанял. Да, мне плевать, кто вас нанял. Давайте поговорим о жизни. А зачем же вы это говорите, если вам плевать? Да ничего я не говорю. Я хочу спросить у вас. Давайте поговорим. Вы сказали, что меня кто-то нанял, правильно? Кто меня нанял и для какой цели, можно узнать. Как вы думаете, ваше мнение? Да не хочу я думать ни о чём. А, не хотите думать, но это заметно, вы знаете. Может быть, не только не хотите, может, вы ещё как бы и не очень умеете это делать. А, ну, может быть, и не умею. Давайте поговорим о жизни в Америке. Как вам там живётся? Ну, вы знаете, как вам, только наоборот. То есть очень классно. Очень классно. Ну, ладно, хорошо. Скажите, а вы давно в Америке? Да, давно. 25 лет почти. 25 лет? А вы выходец из Украины или выходец из России? Из России я выходец. А где вы родились? В Сибири. В Сибири? А где именно в Сибири? В Новосибирске. В Новосибирске? Да, не так далеко от вашего умирающего Омска. А, умирающего? Вы считаете, что... Ну, естественно, это депрессионный регион. Один из самых депрессионных в России. А почему вы решили, что он с депрессионной регионами? А откройте сейчас в гугле вашу статистику. Ну, и... Ваша российская статистика это говорит. Не я придумал. Ну, и... Ну, и... Ну, и... Ну, и чем? Чем он депрессионный? Тем, что вымирает город, умирает. Люди оттуда уезжают. Он не строится, он не модернизируется. Оттуда бегут люди, кто может убежать. Кому есть... Куда убежать, бегут. Ну, те, кто убегают, остальные прибегают. Я вам так скажу. А кто остальные? Кто к вам прибегает? Если у вас уменьшается и уменьшается поголовье амчанцы. Скажите, чем уменьшается город Омск? Вот... Людьми уменьшается город Омск. Людьми уменьшается. Хорошо. А чем вы можете это доказать? Вашей статистикой. Открывайте вашу российскую статистику. И смотрите. И забейте динамика населения Омска за последние 10 лет, например. Давайте, открывайте. 20 лет. Давайте, открывайте. И покажите. Открывайте. Не открывайте. Вы же не верите мне, что это есть. Я вам говорю, это есть. Открывайте. И показывайте мне что-то обратное. Давайте. Потому что я здесь живу. Поэтому я так и говорю. А если вы... А, то есть вы еще не убежали, поэтому вы считаете, что все не убежали, да? Да, никто здесь не убегает. Из города Омска никто не убегает. Город строится. А почему же тогда у вас уменьшается население города? Катастрофически. Нет. Катастрофически не уменьшается. Согласно вашей статистике. Ну, вы знаете, ваша статистика, это ваша статистика. Ваша, ваша российская статистика. Откройте мне ее. Так открывайте. У нищих слуг нет, вы знаете. Я вам буду ее открывать. У нищих слуг нет. Конечно. Если вы хотите посмотреть, откройте и посмотрите. Ткните сами себя носом туда и посмейтесь тогда. Знаете, интересно. Вот я смотрю на вот... Ну, о чем с ней еще говорить, скажите? Аргументов она не может привести, не хочет никаких. Говорить о войне она не хочет, потому что она понимает, что она там садится в лужу полностью. Об Америке она начала говорить тоже, естественно, ну, вы же понимаете, говорить она не может. Об Омске, который считается одним из самых депрессионных городов, разваливающихся, она тоже, оказывается, не знает. И я ей сейчас должен что-то искать и показывать. У нищих слуг нет. У нищих слуг нет.